Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Мы подумали, что лучше мне остаться с Хуаной на ночь. Да, я догадываюсь, почему. Я очень люблю тебя, мам. Но не больше, чем я тебя, дорогая. Вы уверены, что я даже не могу высказать свои чувства? Думаете, нас подслушивают? Не знаю, может быть, это же паранойя, но чем меньше мы будем касаться этой темы, тем лучше. Вы собираетесь уехать завтра утром? Если это так, мне нужно побыть наедине с дочерью. Я понимаю. Девочка моя, ты уверена в том, что ты делаешь? Как странно. Энрике, да где же ты? Спасибо, Армандо, что проводил. Нет, Энрике, ты не нужны меня благодарить. Скорее, это я тебе благодарен за то время, что мы провели вместе. А почему ты не пригласишь меня выпить кофе? Потому что кофе не хватит на троих. Мам, не плачь, пожалуйста, то я тоже расплачусь. Мы должны заставить поверить всех, что ничего не изменилось, что все хорошо, что ничего не произошло. Ты представляешь, если кто-то войдет сюда и увидит нас такими, что он подумает? Держи себя в руках, пожалуйста, мамуль. Кто войдет, дорогая, кто? Да кто угодно. Мы не знаем, кого бояться. По-моему, сейчас нужно уже бояться всех. Мам, я могу родить раньше срока, а я этого не хочу. Я хочу, чтобы ты знала, я делаю это ради ребенка. Только ради него и помоги мне, пожалуйста. Дорогая, мне так тяжело расставаться с тобой. Ведь мы никогда не расставались. Я привыкла по ночам слышать твое дыхание. Оно убаюкивает меня, а иначе я спать не могу. Сможешь. Сможешь, мама. Дорогая, я хочу, чтобы ты знала. Я сейчас плачу, потому что думаю о себе. Но это не означает, что я не одобряю того, что ты делаешь. Я восхищаюсь вашей любовью, и особенно меня поражает то, что Маурисио любит тебя так сильно. Дочка, держись за этого мужчину, дорогая. Держись за него. Борись за свою любовь, как это делает он. Спасибо, мама. Спасибо. Я пойду. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Но я уйду, иначе я ни за что не расстанусь с тобой. Благослови тебя, Господь, дочка. Разве я не должен был проводить Энрикету? Энрикета, ты не сказала, что привела домой старшего опса. Старик, лучше иди отсюда. Иначе у тебя будут неприятности, да? Давай, попробуй. Что вы? Маменький сынок. Нет, нет, здесь не таверна. Энрикета, отойди, пожалуйста. Мануэль, пожалуйста, держи себя в руках. Армандо, мой коллега, мой друг. Он проводил меня, и я не вижу в этом ничего плохого. Сам знаешь, сегодня небезопасно находиться на улицах, так что это очень хорошо, что он меня проводил. А теперь я его провожу до лестницы и спущу его с этой лестницы. Посмотрите на него, мальчик стал воинственным. Армандо, пожалуйста. Но ведь позволь мне его проводить. Нет, Армандо уходит. Армандо, пожалуйста. И еще раз спасибо. Энрикета, если ты хочешь, чтобы я спас тебя от этого хиппи, зови меня, я тебе помогу. Хорошо. Спасибо, Армандо. Там открыто. Что происходит, Энрикета? Ты не понимаешь, на что он намекает? Мануэль, а ты не понимаешь, что я уже достаточно взрослая и могу справиться с этим? Ты должна понять, он провожает тебя не потому, что он хороший человек. Он делает это совсем по другой причине. Мануэль, в чем дело? Что за претензии? Вчера ты даже не позвонил, чтобы сообщить, что ты не придешь. В чем дело? Все готово, дорогая, все улажено. Все готово? Да, да, готово, и назад ухода нет. Хуана, мы должны сделать это как можно скорее. Мы не можем оставаться здесь и подвергать себе опасности, ты понимаешь? Армандо, что ты будешь делать с ним? Тетя Эва в курсе, она позаботится о Рафаэле. С ней мы будем связываться, чтобы знать, как продвигаются формальности, связанные с разводом и получением опеки. Когда все бумаги будут готовы, она нам сообщит. Так что беспокоиться не о чем. Все нормально. Я знаю, что это нелегко, но это нужно сделать. Необходимо. И сделать как можно быстрее. Это действительно нелегко, Моурисио. Ну, хорошо. Поскольку это наша последняя ночь здесь, давай проведем ее как можно лучше. По крайней мере, мы вместе. И всегда будем вместе. Я никогда не расстанусь с тобой. Очень хорошо. Давай ляжем поудобнее, чтобы ты поспала. Если Моурисио решил уехать с Хуаной, я не должна ему звонить и сообщать. Иначе он приедет. Ради меня. Я должна сделать все, чтобы его не нашли. Или чтобы, когда его найдут, было поздно. Чтобы у них было время понять, что здесь произошла ошибка. Я получил заключение экспертизы. Это Франсиско. Я сожалею, сеньора. Нет, Мануэль, это безумие. Ты кажешься другим человеком. Да что с тобой происходит? Энрике, это что значит другим человеком? Каким другим? Мануэль, мы встретились, полюбили друг друга. Мы несколько раз смогли изолироваться от всего мира. И это было чудесно. Ты был ласковым, внимателем. Ты заставил меня поверить, что ты совсем не такой, как все, Мануэль. Энрике, я остаюсь все тем же. Только ты этого не понимаешь. Я не понимаю. Мануэль, перестань. Ты все время старался показать, что ты мужчина, ты главный. Меня не волнует, что ты оплачиваешь счет, меня не волнует, что ты допоздна работаешь, что ты независимая женщина. Это ложь. Энрике, это правда. Просто Армандо постоянно меня провоцирует. Он создает неудобства обоим. Мануэль, ради бога. Армандо, мой коллега по работе. Он меня проводил. И что дальше? Я не знаю, о чем ты говоришь. Если бы он пришел вчера, он бы не застал тебя. А сегодня ты устраиваешь скандал. Мы опять возвращаемся к тому, что я тебя не предупредил. Давай подумаем. Вчера ты не сообщил, что не придешь. Сегодня не сообщил, что придешь. Так что же, я должен сообщать, что приду? Мануэль, это была шутка. Нет, нет, Энрике, это боюсь. Тебе придется сказать, что ты хочешь, чтобы я сделал. Что, Мануэль? Что слышала? Скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал. Ты хочешь, чтобы я ушел? Скажи мне это. Ты прелесть, Маурисю. Почему я тебя так люблю? Снова толкается. Ты так говоришь, что тоже любишь Маурисю, правда? Твой папа здесь, с нами. И он увезет нас далеко-далеко, чтобы защитить. Нет, сразу столько ощущений. Я чувствую, что умру от счастья. Я хочу чувствовать тебя. Рядом с собой. Любить тебя. Всю жизнь. Он растягивает на мне рубашку. И мне это нравится. Нет, я не должна это чувствовать. Я еще не готова заниматься с тобой любовью, Маурисю. Я же ничего об этом не знаю. Я никогда этим не занималась. Но я так хочу этого с тобой. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю. Люблю. Люблю тебя и... этого ребенка. Нашего ребенка. Боже. Дай нам шанс убежать от всего этого. Уехать далеко. Пусть простит меня моя семья. Но я хочу этого больше всего в жизни. Я знаю, почему ты это делаешь, Мануэль. О чем ты говоришь? Я поняла, чего ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я сама приняла решение. Чтобы я сказала, чтобы ты ушел. Ведь в глубине души ты в ужасе, что придется жить со мной. И не только со мной, с любой другой. Проблема в том, Мануэль, что ты не хочешь взрослеть. Погоди, ты намекаешь на то, что я ребенок? Мануэль, давай сделаем вот что. Если ты выйдешь за дверь, ты больше никогда сюда не войдешь. Потому что, когда люди живут вместе, они могут спорить, ссориться, но это не означает, что все закончилось. Так что, давай сделаем вот так. Это означает, что наш спор закончен? Энрикетта! Держи, будешь спать на сахе. Если мы остаемся в этом доме, это означает, что мы остаемся вместе. Естественно, ты можешь бросить все и пойти спать домой, к маме. Но тогда все закончится. До завтра. Пожалуйста, арестуйте его. У вас в руках все улики. Чего вы ждете? Чтобы он убежал? Арестуйте его. Идем, идем. Хотя мне это не нравится, но сеньора права. Имея такие улики, мне придется немедленно задержать Морисио. Нет, 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 Анна-Мария и Хуане, незачем оставаться с этим сеньором. Я этого не позволю. Мам, придется позволить, потому что он будет с ней не только этой ночью. Что? Хуана и Морисио решили уехать далеко, мама. Как это? Нет, 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 минутку. Что ты такое говоришь? Мам, ради бога, пойми. Маурисио и Хуана должны уехать, убежать. Их жизнь не в опасности. Чего ты хочешь, чтобы Хуана осталась здесь, и с ней случилось что-то плохое, или чтобы она уехала с Морисио, и он защитил ее? Это означает, что она не зайдет сюда, чтобы попрощаться? Нет, 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 я думаю, она зайдет, и я смогу убедить ее, чтобы она не уезжала, чтобы осталась дома. Мама, пожалуйста, не упрямься. Ты что, не понимаешь, что происходит? Ей опасно оставаться здесь, она даже не может появиться в доме. Я не знаю, как ты, мама, но если с Хуаной что-то случится плохое, я просто умру. Это означает, что я ее уже не увижу? И насколько же они уезжают, дочка? Вы уверены, что арест Маурисио – это правильный путь, Сальвадор? Я должен арестовать Маурисио, чтобы предъявить ему обвинение. Этого требует закон. Я понимаю, но только не сегодня. Но подождите до завтра, сделайте это ради двух влюбленных. Этой ночью Маурисио остался с Хуаной, я прошу вас, пожалуйста. Поймите, я должен соблюдать закон. Это мой долг. Я понимаю, но ведь всегда есть исключение. Маурисио для меня как сын, а Хуана – она же для вас как дочь. Не так ли? Сделайте это для них. Ну, хорошо, хорошо. Но только одну ночь. Нет, нет. Большое спасибо. Все хорошо, Сальвадор. Бог вам все видит. Что плохого в том, если это сделаю я? Ты должна быть только спокойной. Да, Маурисио, но ты понимаешь? Если так будет до рождения ребенка. Я ведь чувствую себя бесполезной. Прости, но я так не могу. Дорогая, мы найдем помощь. Не беспокойся об этом. Хуана, у меня такое впечатление, что ты такая из-за нашего отъезда. Маурисио. Скажи мне вот что. Скажи мне, ты уверена? Ты уверена, что хочешь ехать со мной? Скажи, дорогая, я ничего не хочу делать против твоей воли. Я хочу, чтобы ты была уверена, что хочешь это сделать. Маурисио, ты тоже переживаешь, что нам приходится убегать. Так что не притворяйся. А что нам еще делать? У нас нет другого выхода, правда? Разрешите. Ну, как вы? Очень хорошо, доктор. Хуана, здесь результаты последнего ультразвука, который мы тебе делали. Вроде все в норме, плацента в порядке. А вот это разрешение, о котором вы просили, на перелет в самолете. Я думаю, с этим у вас не будет проблем. Разрешение на полет? Да, дело в том, что при определенном сроке беременности летать самолетом запрещено. Но, имея в виду, Хуана, приехав на место, тебе будет нужен абсолютный покой. Никаких перелетов больше. По крайней мере, пока ты не родишь. Говори, наконец, что происходит. Пропавший появился. И не живой, а мертвый. Нашли его труп, патрон. Ты говоришь о Франциско Рохосе? О нем патрон. О том самом, который пропал. Сейчас вашего зятя полиция, наверное, обложила со всех сторон патрон. Ну вот, еще одна ночь падений. Уже рассвело? Энрикета? 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 Надо же. Ушла на работу. Не попрощавшись, не сказав «доброе утро», «как спал». Нет, нет. Мне нужен учебник, чтобы понять, что такое жить вместе, потому что я в растерянности. Я ничего не понимаю. Это все равно, что жить под одной крышей, но каждый живет своей жизнью. Давид, отныне это будет твой офис. Энрикета, я не знаю, справлюсь ли я. Все-таки я не в порядке, у меня ограниченные возможности. Давид, у тебя физические ограничения. Здесь нужен ум. И не делай такое испуганное лицо. Я больше чем уверена, что ты справишься. Не падай духом. Ты меня звала, Энрикета? Да, Брэнди. Ты, наверное, уже догадываешься, но я хочу сказать сама. Ты будешь ассистенткой Давида. Вы будете работать вместе, как ты работала со мной. Хорошо, что бабуля принесла мне одежду. Иначе мне пришлось бы идти в пижаме. Да-да, это хорошо, что она принесла тебе одежду. Когда мы прибудем на место, я куплю тебе все необходимое. А ты мне скажешь, куда ты меня повезешь? Синьорита, это сюрприз. Или тебе так важно это знать? Ну, хорошо, раз сюрприз, так сюрприз. Так даже лучше. Так интересно. Угадывать, что меня ждет впереди? Угадывать это здорово. А еще лучше то, что мы вместе. И кто бы не хотел нам навредить, он своего не добьется. Наша любовь победила. Это правда, Маурисио. Наша любовь победила. Я ждал вас, инспектор. И поскольку вы не приходили, то я... Это ты объяснишь начальству. Где пациентка, которая была здесь? Она ушла. Как ушла? Куда ушла? Ее выписали, она ушла с Маурисио Далавега. Ты с ума сошел? Как ты ей позволил уйти с Маурисио? Но он ее друг, и даже больше. Я подумал, что с ним ей не угрожает опасность. Или да, инспектор? Или да, инспектор. Да-да, шеф, я вхожу в дом Далавега. Я пока не знаю, здесь ли он. Пожалуйста, синьорита. Синьор Далавега дома? Нет, синьора нет. Шеф, его нет. Конечно, до свидания. Что синьор желает? Таня, пожалуйста, оставь нас одних. Да, синьора. Пачеко, синьор. Офицер Пачеко к вашим услугам. Но я понятия не имею, к каким услугам. Что вы хотите? Я ищу вашего мужа, синьора Маурисио Далавега. Его нет дома. Если вы хотите, можете сказать мне, что вам от него нужно. Синьора, я выполняю свой долг и с прискорбием сообщаю, что приехал, чтобы задержать его. Что? Что слышали? В саду его тети Эвы нашли тело Франциско Рохаса. Это не шутки. Я забронировал номера в отеле недалеко от клиники. Если ты предпочитаешь один номер, с ним один ради удобства. Как ты захочешь, Маурисио. Все в твоих руках. Как ты захочешь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В убийстве уезжай из страны немедленно. В убийстве? Что ты говоришь, тетя? Отключись и убегай. Речь идет о Франциско. Скорее. В чем дело? Плохие новости? Хуана, ты только не волнуйся, пожалуйста. Тетя позвонила, чтобы сообщить, что меня ищет полиция. На меня хотят повесить убийство. Я уверен, это дело рук людей, которые хотят испортить нам жизнь, Хуана. Я в этом уверен. Боже, Маурисио, что мы будем делать? Не знаю, дорогая. Не знаю. Значит, Маурисио ушел с Хуана из госпиталя. Так мне сказал инспектор. Когда он приехал в госпиталь, палата Хуана была пуста. Как романтично. Возлюбленные убежали ото всех. Сейчас сеньор Маурисио убегает от закона. И может быть арестован из-за этого. Что ж. Тогда арестуйте его. Что? Да, да. У меня есть нечто очень важное. Зачем он непременно придет? О чем вы говорите, сеньора? Я говорю о его сыне. Рафаэле Далавага. По моей вине, все может не получиться. Хуана, меня беспокоит твоя безопасность и безопасность нашего ребенка. Тебя разыскивают. Думаешь, тебя могут задержать в аэропорту? Не знаю, меня беспокоишь ты. Пожалуй, мне стоит вернуться, отвезти тебя домой и сдаться. Хуана, ты подвергаешь себе риску, находясь рядом со мной, а я этого не хочу. И в то же время, я не хочу расставаться с тобой. Не хочу оставлять тебя ни на минуту. Маурисио, я с тобой. Я не представляю свою жизнь без тебя, если тебя не будет рядом. Давай сделаем это, Маурисио. Уедем. Сеньора Карлотта, я не понимаю, что вы намерены сделать с ребенком? Все очень просто. Вы полицейский? Конечно. Тогда вы должны знать, что, чтобы в чем-то убедить человека, нужно дать ему то, что он больше всего хочет. Вы меня простите, сеньора Карлотта, но вы говорите о ребенке. Поймите, это ребенок, а не какая-то вещь. Вы хотите поймать Маурисио или нет? Скорее не поймать и отвезти в комиссариат на допрос, потому что пока он подозреваемый в преступлении, а не виновный. Это разные вещи. Я привела ребенка, сеньора Карлотта. Что случилось? Я наверху делала уроки. Оставь уроки до другого раза, иди сюда. Что? Есть более важные дела. Сеньора Карлотта, я думаю, это не лучший метод. Может, вы помолчите? Возьми трубку, позвони папе и скажи, чтобы он немедленно приехал домой. Я думаю, что эти снимки украсят статью. Вы согласны, шеф? Да, я тоже так думаю. Я вижу, ты не можешь сконцентрироваться. Конечно же могу. Да? Не похоже. Неужели совместное проживание с этим хиппи меняет твой характер? Даже если так, Арманда, вы не должны вмешиваться в это. Мануэль, что ты здесь делаешь? Привет, Сальвадор. Доня Сусэна, как вы? Что за чудо? Вы здесь? Почему тебя это удивляет? Здесь моя внучка. Анна Мария сказала, что она хочет уехать, поэтому я принесла ей чистую одежду. А Россия-то готовит остальное. Еще я принесла сладости. В общем, то, что ей пригодится. Ты не пройдешь? Доня Сусэна, я сожалею, что мне приходится об этом говорить, но Хуаны здесь нет. Она ушла с Маурисио. Маурисио, что бы ни случилось, мы будем вместе, хорошо? Хорошо. Маурисио, я говорю серьезно. Не относись ко мне как к девочке, мне уже 18 лет. И кроме того, я мать твоего будущего ребенка. Мы будем вместе, что бы ни случилось. Это из дома. Карлота? Не знаю. Может, Рафаэль, ответь. Слушай. Папа. Рафаэль? Меня хотят отправить в приют, а я ведь не сделала ничего плохого, папа. Мануэль, я не знаю, что ты здесь делаешь, но ты должен знать. Это мое рабочее место, и тебе придется уважать мою работу. Нравится тебе это или нет? Я не понимаю, как ты мог прийти сюда, устроить скандал? По какому праву, Мануэль? Ты не понимаешь? Это хорошо. Разве не ты сказала, что жить вместе означает не только делить физическое пространство? И утром ты уходишь, не попрощавшись, будто я софа или кресло. Мануэль, ради бога, это же смешно. Я всего лишь не хотела тебя будить, потому что знаю, какие у тебя в последнее время проблемы. И полагаю, что ты почти не спал. Удивляюсь, что тебе это задело. И задело настолько, что ты приходишь сюда и упрекаешь меня в этом. Значит, ты не понимаешь? А тебе не приходит в голову, что если мы хотим жить вместе, мы как минимум должны начать совместного завтрака? Мануэль, прости, но я думаю, что все проблемы и ссоры с тех пор, как ты пришел в мой дом, объясняются только одним. Я уверена в этом. И чем? Прости, что я так говорю, дорогой, но я думаю, проблема в том, что ты целый день ничего не делаешь. Ты даже не работаешь. Что сказал Рафаэль? Он очень взволнован, он очень нервничал. Но что он сказал? Он сказал, что Карлота хочет отправить его в приют, и чтобы я за ним приехал. Но я не знаю, что мне делать, меня полиция ищет. Я не хочу подвергать риску твоей беременности, нашего ребенка. Что мне делать, Хуана? Не знаю. Маурисио, послушай. Мы договорились, что будем делить риск вместе. Ты и я. Маурисио, я ношу нашего ребенка, но у тебя уже есть сын, которого я тоже считаю своим. Так что мы должны ехать за Рафаэлем. Хуана, я тебя люблю. С каждым мгновением я люблю тебя все больше. А я тебя. Поехали. Не пугай меня, Сальвадор. Что значит, у Маурисио Далавеги серьезные проблемы? Что слышите, Донья Суциана? Маурисио ищет вся полиция. Пресвятая идея. Что ж мог сделать этот человек, что его ищет вся полиция? Его обвиняют в убийстве. В убийстве лучшего друга. Господи, Иисуси. Нет, нет, этого не может быть. Если Маурисио убийца, значит, Хуана в опасности. Он ведь ее увез. Сальвадор, пожалуйста, нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Жизнь Хуана в опасности, она в руках этого человека. Помоги мне. То есть, по-твоему, если я не работаю, я выдумываю проблемы там, где их нет? Да, дорогая. Мне кажется, дело в этом. И прости, что я так говорю. Нет, нет, не извиняйся. Напротив, я тебе даже благодарен за искренность, за откровенность. Единственное, чего мне не хватало, это чтобы женщина, которую я люблю, сказала, что я бесполезный. Дорогой, я этого не говорила. Послушай, давай отложим этот разговор. И продолжим его дома. В спокойной обстановке. У меня очень много работы. С сегодняшнего дня на мне лежит большая ответственность. Я буду руководить журналом, занимать место Маурисю. Я все понял. Простите, что отнял ваше ценное время. Это было ошибкой. Простите. Сальвадор, ну, как бы тебе сказать, я хочу знать вот что. Ты полицейский, у тебя большой опыт работы. Ты хороший полицейский. Как ты думаешь, Маурисио мог совершить это ужасное преступление? Он может быть убийцей? Ответь мне. Доня Сусена, все совсем не так просто. Как вам сказать? Каким бы полицейским я ни был, сколько бы лет опыта ни был за моими плечами, это не облегчает задачу. Не облегчает нашу каждодневную работу. Хотя, конечно, у меня есть свое к этому отношение. Но я не вправе его высказывать. Это было бы неэтично. С моей стороны, называть Маурисио убийцей или наоборот. Да, я тебя понимаю. Ну, я так волнуюсь. Простите, Доня Сусена. Слушаю. Хорошо. Да, хорошо. Что случилось? Что тебе сказали? Пачека говорит, что Маурисио едет домой. А там его ждут. Рафаэль, прекрати плакать, у тебя нет повода. Я думаю, что я нехорошо поступил. Очень хорошо. Этот сеньор не обидит моего папу? Вы ничего ему не сделаете? Ну что ты, сынок, конечно нет. Все, все. Таня, будь любезна, отведи ребенка в комнату и пусть он не выходит оттуда, пока я не скажу. Я хочу увидеть папу. Ты замолчишь и уйдешь в комнату. Идем, Рафаэль. Уведи его, пожалуйста, уведи. Ты спустишься, когда придет папа. А вы мне не скажете. Сеньора Карлота, а вы уверены, что сеньор Маурисио приедет? Не просто уверена, а больше, чем уверена. Маурисио в любой момент войдет в эту дверь. Так что я советую позвонить своему шефу, чтобы он его задержал. Иначе Маурисио уедет. И уедет не один, а уедет Хуан, он и ребенок. Чего я не могу допустить. Так что я надеюсь, что его задержат до того, как это произойдет. Монолита, как приятно видеть тебя здесь. Как ты? Привет. Постой, что с тобой? Что-то случилось, Монолита? В чем дело? Нет, ничего, забудь. Я пойду. Нет, нет, Монолита. Ну, может, друзья или нет? Что случилось? Я же вижу, что тебе плохо. И не хочу, чтобы ты так им ушел. Поссорился с Энрикетой. Какая упрямая эта бренди. Разве стоит тратить время на реабилитацию? А если ничего не получится, это обман? Разреши, Дэвид? Мне нужно проверить с тобой материал, выбрать статьи, которые мы отправим в Майами. Что с тобой? Со мной? Да, с тобой. Я вижу, с тобой что-то происходит. Что-нибудь случилось? Дэвид, я не хочу говорить об этом. Это личное. Мы это не будем обсуждать. Но какая разница? А то мы друзья. Расскажи мне. Да, Дэвид, мы друзья. Но я не хочу об этом говорить. Давай лучше работать. У нас у нее очень много этой работы. Да, Бранди, это лично и связано с Энрикетой. Сейчас я хочу уйти, так что ты меня извини. Монолита, подожди. Не будь таким. Вспомни, я очень хорошо знаю Энрикету. Возможно, могу тебе помочь. Ты думаешь? Не знаю. Надеюсь. Ну, давай, рассказывай. Бранди, все дело в том, что это слишком сложно, делить жизнь с другим человеком. Одно дело, когда каждый живет у себя дома, и совсем другое – жить вместе. Это обязывает делить плохое настроение, чувствовать огромную пустоту, когда этого человека нет рядом. Я не знаю, понимаешь ли ты меня. Пытаюсь. Но основная проблема в том, что Энрикета – деловая женщина, а я – никчемный, безработный. Нет, нет, Монолита, не говори так. Монолита, любовь – нечто большее, чем это. Вот я, например. Давид в инвалидной коляске. Я не знаю, будет ли он ходить. Но клянусь, клянусь, Монолита, я была бы самой счастливой женщиной на свете, если бы смогла жить с этим мужчиной. Так что преодолей свою проблему, Монолита, борись. Но не бросай ее. Если Энрикета – женщина твоей жизни, перестать думать о глупостях. Займись делом. Это поможет тебе подняться, как человеку, найти себя в жизни, Монолита. Поверь. Игра стоит свеч. Давид, мне очень нравится концепция, которую ты предлагаешь. Ты скажешь это всем? Давид, я говорю серьезно. Я считаю, что в этой работе, как и в любой другой, человек может пойти далеко, но нужно вложить в работу душу, жизнь, сердце. Я думаю, именно так создается хорошая команда. Ты это говоришь мне? Энрикета, не нужно каждую минуту напоминать мне о самоуважении. Давид, я совсем не это имела в виду. Ты ошибаешься, серьезно. Если бы ты не согласился работать со мной, я не знаю, что бы я делала. Я говорю правду, Давид. Я искренна с тобой. Но если так, значит, ты можешь сказать, что с тобой происходит. Что тебя так угнетает? Скажи мне. Что-то я не понял. Неужели Хуана настолько больна, что вы отправляете в госпиталь всю ее одежду? Я не знаю. Мне приказали, я это делаю. Хорошо, хорошо. Я ничего не сказал. И не смей со мной так разговаривать. Ладно. Один-один. Мы в расчете. Тетя Сусена, что с тобой? Почему у тебя такое лицо? Что? Случилось что-то плохое? Плохое? Хуже. Когда у моего компаньона такое лицо, значит, случилось что-то очень, очень плохое. Да, да, случилось ужасное, ужасное. Лоня, Сусена, это и так ясно по вашему лицу. Мы хотим знать, что такое ужасное случилось. Полиция ищет Маурисио Далябрагу, чтобы арестовать его. А Хуана с ним. Вы знаете что-нибудь ужаснее? Господи, Иисусе. Шеф, все было так, как я говорю. Доня Эльвира получила анонимное письмо и, не теряя ни минуты, отправилась в полицию. Как мы и рассчитывали, патрон. Очень хорошо, очень хорошо, Камачо. Продолжай, что еще произошло. То, что должно было произойти, ни больше, ни меньше. Полиция поехала вместе с Доней Эльвирой в дом тети вашего зятя, и это произошло. Что произошло? Ну, говори, ясно. Так все ясно, как вода, патрон. Все ясно. Полиция осмотрела сад и нашла место, где было посажено деревце. Мы с вами знаем, что это за деревце. Его нашли, патрон. Покойничка, нашли. Ты должен знать, Армандо. Энрике, ты ничего тебе не сказал? Нет, я лишь знаю, что капитан покинул судно. Но это вчерашние новости. Ты ничего не знаешь? Совсем? О чем? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ладно, узнаешь. Послушай меня. Если ты что-то узнаешь, немедленно позвони мне. Не забудь. Хорошо. Я понял. Держи бокал Камачо, выпей со мной. Конечно, патрон, за падение вашего зятя. Простите, но по меньшей мере, два удара были моими. Правда, патрон? Конечно, конечно, Камачо. Без твоей помощи Баурисио не находился бы сейчас на краю пропасти. Не совсем так, патрон. Этот человек уже летит вниз. Нет, нет, Камачо. Я знаю законы. Вполне возможно, что у них будет недостаточно улик, чтобы его арестовать. Не беспокойтесь, патрон. Я сфабрикую улики. Об этом не беспокойтесь. Я займусь этим, патрон. Конечно, конечно. Ты будешь по-прежнему отравлять сознание сеньоры Эльвиры Рохас. Она, как мать, убитая горем, будет взывать к справедливости. Когда мы подойдем к финальному акту, в игру вступлю я, Камачо, чтобы сделать последний толчок. И после этого, Камачо, как по мгновению волшебной палочки, жизнь Маурисио Деловега превратится в самый чудовищный кошмар, который можно только себе вообразить. И тогда занавес опустится. Верно, патрон? Совершенно верно. Занавес спадет, и мы с тобой будем аплодировать. Ваше здоровье, патрон. Вы посмотрите, кто пришел в мой дом. Кто пришел в мой дом? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok